Приветствую вас, Anonymous. Мне, конечно, очень жаль, что вы столкнулись с ситуацией, которую описываете. Мне очень жаль, что вам довелось эту ситуацию пережить. Ну, к сожалению, да, зачастую именно те люди на работу которых, а точнее от работы которых ничего не зависит. То есть, если вне зависимости от того, у вас есть силы или нет, все равно будет один и тот же результат, да. Вот, если вне зависимости от того, сколько у меня будет клиентов, тогда все равно мой, грубо говоря, оклад будет. Такой же вот, то да, в таком случае сложно достаточно себя замотивировать на то, чтобы работать, это правда. Сложно себя замотивировать на то, чтобы как-то вот складываться в процесс работы, это верно. Но момент здесь важный есть в том еще, что работа психологом в больнице поставлена, к сожалению, на поток, на конвейер. И из-за этого человек достаточно сильно выгорает. Вот, я, конечно, не знаю, для чего вам эта информация и как она вам, честно говоря, поможет. Вот, мне кажется, что, ну если честно, мне кажется, что вам эта информация и помощь не способна, ту вот о которой я сейчас говорю, да. Вот, но если вы хотите знать, то я вам как бы об этом расскажу. Так вот, эм, на конвейер поставлю поток, эм, значит, людей, которым нужна помощь психологическая. Вот, и, соответственно, эм, человек не вникает в проблемы каждого отдельного, конкретного клиента. Потому что, если он будет, он будет это, если он будет это делать, он, к сожалению, очень быстро выиграет. Вот, а работать нужно, вот, как вы, наверное, сами понимаете. Работать нужно, деньги зарабатывать нужно тоже. Вот, ну и, соответственно, такой человек, в принципе, вот, находит выход. Вот, другое, другое дело, что, вот, живые люди оказываются в таких ситуациях. Эм, значит, ну, во-первых, работа с прошлым. Эта работа, к сожалению, не на, э, один, э, не надо, э, консультацию, да, это работа на несколько консультаций. Это, в частности, вот, работа с переживаниями, вот, работа с болью. Это поживание всех, вот, ну, болезненных, э, болезненных ситуаций, да, болезненных моментов, травматичных и так далее, вот. То есть, объективно, это работа в этом направлении, конечно же. Вот, ну, нужно понимать, вот, нужно понимать, что психолог в больнице этим приниматься не будет дядя. Вот. Эм, так что, вот, то, что вы пишете, насчет, э, потому что получается доклад, не хочется говорить о своем проблеме, да, это, это, это так. Э, дальше, правда, что аффирмации могут помочь, э, ну, могут, конечно, помочь, но это техника. И всё. И больше не меньше. То есть, техника — это разный инструмент. Вот, но на мой взгляд, если у вас прошлое болит, как вы говорите, то работать впервые нужно с ним. И уже потом, когда собственно это самое прошлое будет проработано, тогда уже можно будет и воспользоваться аффирмацией для того, чтобы научить себя немножечко по-новому и как жить. А до тех пор, пока прошлое болит, ну вы не сможете двигаться вперед, пока аффирс у вас, ну не просто эмоции, да, не просто шифра, вот, совершенно нормально, что ну не сможете вы по-другому, вот, к сожалению. Еще один важный момент заключается в том, что у меня есть такое ощущение, что вы себя жалеете, и это ощущение, что вы склонны к тому, чтобы себя жалеть. Вот я бы даже сказал, что возможно вы склонны к тому, что бы охлаждаться своей боли, то есть такое вот у вас немножечко мазохистичное поведение, как мне кажется. Вот. И люди могут это вам отзеркаливать, то есть люди могут отражать к вам, что вы, ну как вы к себе относитесь, и соответственно относиться к вам так, как вы относитесь к себе, а вам это неприятно, соответственно отношения у вас не складываются с людьми. Ну могут не складываться с людьми из-за этого. Слушай, то есть вот с психологом, с психиатром, вот, к сожалению. То есть это вот такой момент восприятия. Дальше. Вы пишите. Много лет мучаюсь опять и с состоянием похожим на депрессию. Ну, опять же, я так понял, что депрессию вам не диагностировали, сказали, что депрессии нет. Нет, нет, есть депрессивное состояние. Да, действительно, работаем не с психологом, если депрессии у вас нет. Но вот таблетка вы бросили в ра. Потому что, ну, если вы не болны, то таблетку лучше не пить. По поводу апатии, это, как правило, подавление долгом. Честно, виной и так далее. Я терпел это на ногах, меня очередной раз выглядело к увольнению отсталось очком по городу по ходу в больнице. Ну, смотрите, вы говорите, что меня выглядели к увольнению. Вот. Я, конечно, токси всех не знаю, да, но если это уже не первое увольнение, то есть если вас не первый раз увольняют уже, вот, то это уже, знаете, вот, ну, к какой степени, да, похоже на сценарий жизненный. То есть вот, что вы можете там специально, не осознанно, да, но специально делать что-то, что вы освоили. Вот. Опять же, поймите правильно, я вас не обвиняю ничем, да, я не говорю, что вы осознательно специально что-то делаете, нет, 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 у меня нет таких мыслей, у меня нет намерения вас именно обвинять, но, как бы, такой может быть, вот, потому что, ну, сами понимаете, вот, сами понимаете, что если вот это уже не первое увольнение, то начнется надо. Вот. Следующий момент важный заключается в том, что, значит, вы говорите, что именно военное увольнение стало толчком по, походу в ванную цену, то есть вы себе саботиться не склонны. Вот. И это, ну, точно, вот, такой, ну, достаточно важный момент. Почему, вот, как, точнее, вы приходите к тому, чтобы, что, вот, ну, что заботиться о себе, вот, вот, не самое лучшее, где это, почему вы заботитесь о себе только, когда, грубо говоря, у нас уже заботиться о себе, получается. Так что, это тоже нужно проработать. Вот. И вполне вероятно, что подобное игнорирование собственных, собственных потребностей, это составляющая часть вашей проблематики. Дальше. Идем. Дальше. Идем. Дальше идем. Следующий, значит, так. После того, как я была дома, в состоянии не улучшился, я поняла лучше себя. Причиной моей недочи было то, что я не ложу с миром, с людьми, не в ладах само собой. Ну, вы не принимаете себя, это очень видно. Я ничего не хочу. На работе есть только проблемы. Был в том, что я бездушно работаю, не укладываю отношения к коллегам, отношения к коллегам и коллегам. Коллеги осмеивали мои состояния, которые, как счастье, им не знакомы. Ну, коллеги усмели вас не за ваше состояние, коллеги, скорее, усмели вас за что-то другое. Вот, это точно такой достаточно важный момент, достаточно важно это понимать. Что, безусмели вас за то, что вы бездушно работаете или бездушно, там, общаетесь с коллегами. Ну, безусмели вас не кто-нибудь, скорее всего, здесь все есть в этом месте с вашей стороны. Что-то известно. Вот. И, соответственно, вот именно жертвенность, именно жертвенность. Ваши коллеги усмели вот, то есть некую такую вот, некое такое вот, я бы сказал, знаете, ну, предварительное, вот некая противоречивость вашего, ну, вашего отношения к самой себе. Вот. Так что, опять же, очень важно то, как вы сами воспринимаете, то, что коллеги над вами смеют снать, вот именно вы сами, как это может быть. Это важно тоже. Очень сильно, потому что, ну, на свет вытаскиваются те конфликты, которые у вас есть. Вот. Вот так вот вам, в принципе, можно ответить на вопросы, которые вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я надеюсь, что вы сделаете выводы для себя. Вот. Не будете одновременно слишком сильно, значит, злиться, но и слишком сильно обольщаться насчет людей, которые работают на конвейере, вот, в силу своих обстоятельств, вот, и обратитесь к людям, которые заинтересованы в вас. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!